Друзья, привет! Сегодня наша великолепная Юлия Шкаленко, модель, генеральный директор канала и глянцевого журнала Шоумен, Шоу Вименс, ходила по подиуму в невероятно красивом белье. Мне запомнилось красное белье от Диты фон Тиес. Юля, привет! Ну как тебе ощущение, когда ты выходишь почти, в чем мать родила, в красивом нижнем белье, и восхищенные глаза смотрят со всех сторон именно на тебя? Юрочка, привет! Ты знаешь, можно еще сказать, что я еще и мама, представь, я единственная мама была среди всех моделей. Всех, всех заново, да? Да, да, да. Я, получается, конечно, переживала, потому что со мной были молодые девушки, 20-летние. Очень незаметно было. Какой там возраст, у кого исчез? Вот, ну я себя чувствовала богиня в этом прекрасном красном. Да, я тоже, да, вот красное супер белье Диты фон Тиес. Я думаю, вы его немножко покажете потом, если... Конечно, как бы. Вот, я себя чувствовала, правда, богиня Ирина. Если бы ты бы одела на свою грудь прекрасную, я знаю, что у тебя прекрасная, ты бы тоже себя чувствовала богиня. Я не буду плакать, поначалу не читать. Девчонки, я вам советую приобрести в свой гардероб такой эксклюзивный материал. Нижнее белье, можно сказать. Так, ну, значит, у нас сегодня была не только Дита фон Тиес, и вообще показ назывался Гран Дефиле Линджери краски Фламенко. И среди этих красок какие еще марки были сегодня на тебе? Значит, на мне первый, опять же, был Дита фон Тиес, потому что почему-то именно они хотели, чтобы я и завершила, и начала этим показывать. Самая яркая, да, получается? Да, вот, чулочки, да, вот, все сказали, так как я девушка с грудью, да. Это комплимент. Да, да, и вот, конечно, Линджери белье, это все было. Все марки были итальянские, а вот Дита фон Тиес... Она немка же, да? Да, вот, единственная марка была на мне, это Дита фон Тиес, выбрали вот заказчики, чтобы я именно представляла этот бренд. А вот головные уборы тоже в виде фламенко, такие испанские мотивы, несмотря на то, что Дита фон Тиес немка, но испанские мотивы прям явно читались среди всего твоего образа. Ну, это, во-первых, дизайнерские шляпы, они были специально предоставлены для этого показа. Вот, это тоже компания Линджери, потому что это все из одной компании. Просто эти шляпки делались вручную для каждого, индивидуально. Ну, кстати, они очень удобные, они легкие, вообще супер, мне очень понравилось. Вы знаете, мне не хватало мундштука, вот, я бы немножко себя почувствовала в те 30-е годы, помните, как раньше, вот эти вот сигары, да, да, да. Триса и черно-белый цвет, мне кажется, ну вообще. Да, мы подкинули, подкинем идею для следующего показа с тобой, да, правильно? Да, солнышко, я надеюсь, меня будут приглашать. А мы, надеюсь, нас тоже будут приглашать, чтобы мы тебя снимали? Я вообще без вас никуда, девчонки, я вообще везде с вами. Ты помнишь, как я сегодня переживала, что я... Жди меня, я прошу прощения. Ты должна была привыкнуть. Вот, да, я не могу никуда, я без вас никуда, в общем, девчонки. И ты завела нужные полезные знакомства, да, сегодня был посол Италии, насколько я понимаю. Был посол Италии, а пока у нас была репетиция, также был мэр Дюссельдорфа, если я не опознаю, то есть вот так. Кью Дашкин был, то есть открывал это все. Просто вот так вот. То есть вообще VIP-персоны? Да. Все на таком уровне? Да, Ирина, мне очень понравилось все закрытое мероприятие, сама видела, что просто так никуда. Поили шампанским, торт, торт вообще бомба был в виде женщины в красном одеянии, то есть танцовщицы, фламенко. Да, Иришка, ты права. В общем, следующее дефиле, ты идешь со мной, потому что ты подходишь, ладно? Брудью, да? И вообще ты подходишь всем, так что обязательно я буду иметь в виду. Я делаю на слове. Я буду иметь в виду. Это была Ирина Михеева, Юлия Шкаленко, специально для канала Шови. Ирина Михеева, Юлия Шови.